Чтобы история начала работать, придется прикладывать усилия не только к продвижению. В какой-то момент важно выйти из соцсетей и вживую познакомиться с людьми, которые переживают из-за конкретной проблемы и готовы ее решать. Все примеры низовой активности, где люди смогли повлиять на ситуацию, это комбо из озвучивания проблем и конкретных действий по их решению. Будь то протесты, как на шейсе или благоустройство парка в своем районе. Поэтому, после того, как вы обрастете виртуальным кругом тех, кому проблема кажется актуальной, нужно будет провести встречу-знакомство. Люди увидят вас, поймут, готовы ли они вам доверять в решении проблемы, хотят ли они участвовать в этом. А вы сможете понять, какой первоначальный актив людей будет вас поддерживать. Как определить время, когда пора выходить в оффлайн? Первое. Это зависит от того, насколько вы публичное лицо. Если в своей среде вы обладаете некоторой популярностью, собрать людей будет проще и вам не нужно вести долгую подготовку. Второе. Если у вас стратегия по решению проблемы. Вы и ваша команда единомышленников должна представить, какие шаги по решению проблемы нужно предпринять, сколько ресурсов понадобится, какая помощь нужна. Без стратегии ваша инициатива будет буксовать. Скорее, это будет похоже на обсуждение проблем на кухне или попытку переложить ответственность по разработке стратегии на других. Третье. Насколько аудитория откликается на вашу тему? Если ваши посты не вызывают у людей энтузиазма, а не вяло на них откликаются, вам еще рано выходить оффлайн. Попробуйте нащупать те проблемы людей, которые заставят их включиться. Обычно работает логика. Надо решать проблему сейчас, потому что больше терпеть невозможно. Призывы сохранить что-то во имя счастливого будущего ради следующих поколений обычно работают хуже и не мотивируют людей. Амбициозные формулировки могут пугать. Для большинства проще включиться в проект по благоустройству конкретного парка, чем откликнуться на призыв создать привлекательный дизайн код города и комфортную среду. Какой формат вы выберете для встречи, зависит от ваших задач. Это может быть небольшая конференция, образовательная лекция, публичная акция или даже встреча в кафе за чашкой чая. Вам нужно донести участникам встречи, чего вы от них хотите, какие у вас есть предложения, каким будет следующий шаг. Если у встречи нет конкретных целей и предложений, она не поможет вам приблизиться к результату. Нужно взять на себя роль лидера и строить пошаговую стратегию того, как вы будете решать ваш вопрос, какие шаги для этого нужны. Не стоит ожидать, что вы разберетесь во всем по ходу дела. К концу мероприятия вы должны озвучить, что и как предлагаете делать дальше. Чтобы спасти в своем городе историческое здание, вы можете подать заявку в фонд «Фарламова внимание» или пригласить фестиваль «Томсуэрфест» в собственный город. Блогер 7х7 из небольшого города в республике Карелия рассказал грустную историю о том, как прошел «Томсуэрфест» у них. Они нашли деньги на ремонт исторического фасада, а вот рабочих рук не нашли. Никто не откликнулся на призыв прийти и подготовить фасад к покраске. Работу пришлось делать очень узким кругом единомышленников. После первой встречи важно не пропадать из эфира. Рассказывайте в соцсетях, какие действия предприняты по проекту, приглашайте людей к обсуждению и планируйте следующее оффлайн-мероприятие. Между первой оффлайн-встречей и следующей активностью должен пройти небольшой перерыв, чтобы людей не пропал интерес, а ваши усилия по построению сообщества не прошли даром. А можно решить проблему без оффлайн-встреч? Да, если ваша цель – популяризация темы. Например, вы в целом хотите, чтобы люди жили экологичнее и разделяли мусор. Или объясняете, допустим, как заставить чиновников соблюдать ваши права. В таком случае вы можете создать свой блог или паблик и наполнять его полезным контентом вместе с друзьями. Но заниматься просвещением и решать локальные проблемы – это разные вещи. Само по себе просвещение работает долго, а проблема так и остается нерешенной. Вы можете написать сотню постов на тему, как правильно разделять мусор и как это делать, но инфраструктура для раздельного сбора сама себя не построит. Она появится только если кто-то будет активно этого добиваться. Иногда в онлайне можно привлечь внимание чиновников к какой-то маленькой проблеме, которая решается очень быстро и с минимумом ресурсов. Например, заделать яму во дворе или запустить в работу закрытый городской туалет. Но в большинстве случаев одними публикациями в сети не обойтись. Может быть, журналисты могут решить проблемы своими публикациями? Ведь у них больше ресурсов. Ожидать решения проблем от СМИ неправильно. Медиа могут помочь информационно тем, кто уже прикладывает усилия для решения проблемы, кто имеет на руках кучу отписок от чиновников и решений судов. Журналисты, да, действительно имеют возможность задать прямые вопросы ответственным лицам, получить какую-то информацию, опубликовать факты и обратить внимание на ту группу людей, которые чиновники игнорируют. Но журналистика — это не активизм. Можно написать сотню статей о том, как разрушается историческое наследие города. Но если нет активных граждан, готовых спасать памятники архитектуры, находить деньги и ресурсы на реставрацию, договариваться разрешения с чиновниками, то ничего не будет меняться. В любом случае перемены делают люди, которым это важно. Нужно реально оценивать свои силы и понимать, что многое меняется не быстро. Иногда людям нет до вашей инициативы дела. Но при должном упорстве у вас обязательно все получится. Не опускайте руки. Субтитры сделал DimaTorzok